Ура! Ну и снова здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы обучаем вас новому упражнению, как чувствовать людей на расстоянии. Значит, первое, что я хочу сказать, в нас эта способность встроена, то есть мы можем телом чувствовать других людей на расстоянии, поэтому наша задача, в общем-то, по большей части, научиться доверять своим ощущениям и научиться на них сосредотачиваться. И вам такое простенькое первое упражнение, которое мы всегда делаем на тренинге, и я всегда говорю, что мы должны его тренировать в течение тренинга постоянно, ну, вне тренинга, естественно, для того, чтобы этот навык наработать. Навык доверия своим ощущениям, навык обращения внимания. Как это делается? Вы выходите на улицу, оказываетесь в каком-то месте, где люди тусуются. Например, стоят в очереди, или там едут в метро, там едут в маршрутке, в автобусе, в троллейбусе. То есть у вас есть там несколько минут, и вы видите человека, с которым вы можете поработать. Вы выбираете какой-то участок поверхности своего тела, это может быть все, что угодно. Это может быть щека, например, да? У кого бритые, у кого не бритые. Это может быть лоб. Лобы у всех разные. У кого-то гладкие, у кого-то влажные, у кого-то морщинистые от возраста, у кого-то там закрытые челкой. Короче говоря, выбираете для тренировки какой-то участок тела и стараетесь почувствовать на поверхности, предположим, это лоб, стараетесь почувствовать своим лбом ощущение, как если бы вы прикоснулись, соответственно, к лбу другого человека. При этом вы краем глаза смотрите на лоб другого человека, для того, чтобы лучше сосредоточиться, для того, чтобы ваши ощущения были максимально объективными, чтобы это не был воображаемый лоб, а был лоб, например, пардон, припудренный. Да, соответственно, ощущение припудренного лба, оно отличается от лба, который просто помыт мылом и вытерт полотенцем. Да, совершенно другое ощущение. Дальше. Дальше вы следите за реакцией человека. Меня зовут Артур Разумов, я коллега Елены. Автор 11 книг, телеведущий. Вы увидите на сайте, который, наконец-то, скоро появится, у Елены меня в качестве тренера. Мы сотрудничаем по организации тренингов. Я тренинги провожу, и Елена организует. Да, у него, естественно, получается. Это получается не только у меня, это получается абсолютно у всех, кто приходит на тренинги. Придолжной практике. Да, мы тренируем, и получается... Кстати, Артур с Питера. Да, я с Питера, но езжу вот, сейчас буду проводить тренинг в Дубае. Так что, кто хочет погреться, поехали со мной в Дубае. Скажи про заслуги. Я заслужил... Артур исцелился от рака. Да, и другим людям помогает. И разработал систему, которая позволяет рак исцелять. Есть определённое количество людей, у которых это получилось. Остальные, конечно, умерли. Что поделать? Да. Не все хотят работать. Кто не хотел работать с Артуром, умер. Нет, дело не... Кто работал тут. Ты перегибаешь палку, и не ту палку. Вот. Нет, дело не в этом. Дело в том, что большинство не хотят исцелиться. Да, помогает. Да, это помогает, реально. То есть, если человек упрётся, то рак уходит. Неважно, что это рак гинекологии, рак кости в голове, в ребрах и так далее, в каком-то органе. Это можно сделать. Условия по поводу исцеления. Человек должен быть бодрый, веселый, и он не должен лежать в бессознательном состоянии, и он не должен перемещаться с помощью под ручку, да, чтобы его там владели. Меня Елена Гудтен зовут. Меня зовут Артур. Канал мой, кстати. Да, это её канал. А у меня в подписчиках есть Артур. Я на него подписана. Вы можете меня найти, да, и тоже слушать трансляции, которые я периодически даю из разных городов. В общем, кто хочет попасть на этот тренинг и хочет погреться из этой ужасной зимы, который у меня отморозил всё, что только возможно, слава богу, у меня есть техники, которые позволяют мне быстро согреваться. Поехали в Дубай в следующие выходные, в субботу и воскресенье. Так, мы тут в Набали собираемся. Подождите, народ, с ним в Дубай не надо. Собирайте деньги на Бали, мы же на Бали этим не собираемся. Так нет, ну съездили на выходные в Дубай, а потом на Бали. Вот, я просто говорю... Фамилия у меня Гудтен, а у него Разумов. Да, мы не родственники, мы коллеги. Вот, я просто говорю о том, что я приехал в Минск проводить тренинг по работе с мыслями. Я возвращаюсь в Питер и сразу лечу в Дубай проводить снова тренинг. Потом я еду куда-нибудь ещё в Москву. Так, давай-ка я рассказываю, куда ты едешь. Быстренько пользу для наших подписчиков рассказал. Полезные советы. Итак, это упражнение. Значит, у вас появилось ощущение во лбу, на поверхности лба, а не во лбу, на поверхности лба. Это очень важно. Как будто вы прикоснулись ко лбу человека, на которого смотрите краем глаза. То есть, на чём сосредоточились. И это ощущение должно быть максимально объективно. Поначалу вы тренируетесь так, чтобы хорошо видеть, как выглядит лоб и какое ощущение, чтобы вы начали доверять тем ощущениям, которые вам удастся вызвать. Затем вы следите за тем, как реагирует человек. Человек может реагировать по-разному. Он может начать подпрыгивать, потому что новые ощущения, он не понимает, что с ним происходит. Он смотрит, никто его не трогает. Ощущения на лбу есть. Он может начать... Это, кстати, работает штука. Это работает, работает. Твоя сестра была у меня на тренинге, можно открыть тайну. Она делает упражнение, у неё всё работает. Вот, можете к ней обратиться. Можете вот как бы... Не даст собрать, что называется, девочка. И я могу тоже на расстоянии... Отлично, отличная практика. Вам нужно представлять на расстоянии, что вы человек за что-то трогаете. И он начинает это чувствовать. Не просто трогаете, а прикасаетесь поверхностью кожи. И тогда у человека возникает ощущение, что к нему прикасаются. Спасибо. Соответственно, как только вы убеждаетесь, что у вас это работает снова и снова, потому что сначала вы тренируетесь лбно-лбом, потом вы тренируетесь плечом, потом вы тренируетесь щекой, потом тренируетесь бедром, соответственно, или коленом, вы начинаете обнаруживать, что люди реагируют. Колено, если прикоснулись, дёргается, или человек убегает. Да, можно за что угодно. За что угодно, неважно. Главное, чтобы ваши ощущения на этой поверхности тела На поверхности тела колена или на поверхности тела плеча, щеки, лба Неважно, чтобы они для вас были яркими и очевидными И тогда у человека возникает зеркальная реакция И вы следите, что происходит с человеком Отреагировал человек или нет Когда человек отреагировал, вы начинаете верить в то, что у вас это получается И, соответственно, ваше тело, которое значительно могущественнее и умнее вас Начинает на вас работать по вашей команде А в результате вы первое, что делаете Вы можете тренировать свою чувствительность этим Второе, вы обнаруживаете, что вы можете давать человеку ощущение, которое вы хотите Если вы хотите дать человеку ощущение своей привлекательности и свое приятное состояние Можно брать Можно, можно То есть, если ты девушка, хочет соблазнить парня Представляешь, как ты ее трогаешь, он начнет это чувствовать Конечно Да, и если, соответственно, вы находитесь в определенном состоянии Это может быть как транслятор Как ниточка с человеком Предположим, если вы находитесь в возбужденном состоянии То, настроившись на прикосновение Это состояние также будет передаваться Поэтому это упражнение очень простое И очень эффективное И оно является начальным Но, тем не менее, хорошим способом научиться чувствовать другого человека Но, в первую очередь, доверять тем ощущениям, которые у вас возникают Единственное, предупреждаю вас, что вам нужно стараться ограничиваться поверхностными ощущениями Только поверхность кожи Потому что, как только вы полезете внутрь, начнется глухая экстрасенсорика Да, телепатия Это телепатия У нас с Катей и Кандикитой вообще телепатия развита Конечно Скажи, Катюха, тут-то не тут Мы берем одновременно трубку, когда собираемся пообщаться И это просто уже больше, чем в половине случаев Да, это упражнение тоже развивает телепатию, безусловно Спасибо Да, вы добиваетесь того, что вы уверены Так, где микрофон? Вот здесь Да, вот Катя подтвердит Да По поводу телепатии Вот у нас с Катькой телепатия вообще на ура Соответственно, должно реагировать тот участок тела, на который вы настраиваетесь Плечо-плечо Причем здесь Нет, это не совпадение Это не совпадение Поверьте человеку, который профессионально занимается, обучает У нас, у меня был тренинг неоднократно в Минске Что происходит на этом тренинге? Народ проверяет Вот совпадение или не совпадение То есть идет обратная связь То есть мы обсуждаем, собираемся группой Чувствуют, что чувствуют То ли, что человек хочет передать или не то И самое главное, что в результате тренинга у всех появляется уверенность в том, что они чувствуют то, что передается То есть это тренинг фактически на проверку Такой мини-битвы экстрасенсов У супругов такая связь Она по большей степени, конечно, эта связь у женщины с ребенком Если она его любит, надо сказать Потому что есть и женщины, которые отторгли ребенка, родили и как можно большая дистанция А если женщина, вот, постоянно ей приятно, прикосновение Если она испытывает чувства, эмоции Соответственно, такая терепатическая связь, она присутствует Но, во-первых, если женщина уже родила давно Предположим, там прошло 2-3 у близнецов, безусловно У меня есть знакомая, которая была у меня на тренинге в Москве Они родились практически одновременно с сестрой Они чувствуют, у них одни и те же ощущения То есть они звонят друг друга и спрашивают Майкор, ты знаешь ответ Что ты сейчас делаешь? Я такое чувствую Да, то есть у них связь вообще самая жесткая Но, к сожалению, не все мы можем родиться близнецами друг друга Иногда мы знакомимся и родились в разных семьях Звони мне Даже говорим на разных языках Но язык тела, о котором мы говорим Этот язык универсальный И те ощущения, которые вы ощущаете Той поверхностью тела, которой прикасаетесь, в которой вызываете Они возникают настоящие И человек воспринимает их, как будто действительно прикоснулись Соответственно, прикосновение – это просто тренировка Потому что можно работать с любыми ощущениями Дальше это уже разнообразные ощущения от активизации гормональной системы Что такое оргазм? Оргазм – это когда в голове эйфория То есть голова отлетела То есть некое состояние, когда вы находитесь в таком Крутом, приятном, измененном состоянии сознания Так вот, эти ощущения, ими тоже можно научиться управлять Олег, если ты меня любишь, ты мне просто напишешь Ты просто пошлёшь мне тысячу лайков Докажи Пошли на трансляцию тысячу лайков Мы говорим сейчас не про угадать номер телефона А вообще Артур сейчас говорит про ощущения Про способность чувствовать друг друга на расстоянии Да, про чувства Поначалу вы тренируете этот навык на людях на улице Которых вы видите краем глаза Вот как бы так краем глаза смотрите и проверяете А потом вы, убедившись в том, что у вас это работает всегда В ста из ста случаях Человек реагирует, дёргается там Или наоборот, там привлекается Вы начинаете применять эту практику на расстоянии Что значит на расстоянии? Например, послали электронной почтой письмо И думаете, вот когда человек его откроет Опа, вы почувствовали, что в этот момент Некое ощущение И если вы доверяете себе, вы знаете, что человек в этот момент это письмо читает Во времена, когда не было перископов и всяких таких вещей Когда я не пользовался скайпом, а пользовался программой ICQ Где можно было послать только слова Я реально могу сказать, что вызывал любые ощущения в теле другого человека Не тем, что описывал эти ощущения А тем, что спрашивал, что ты себя чувствуешь, да? И появлялись подтверждения Соответственно, мои собеседники говорили Как правило, это девушки, естественно Говорили такие вещи, которые меня потрясали до глубины души Что оказывается, мой внутренний посыл, мое внутреннее ощущение Может быть передано через пару тысяч километров расстояния И полностью воспроизведено Вот девушка говорит, что много энергии уходит на вот такие вот передачи Это неправда Вопрос умения управлять энергией Если вы являетесь проводником энергии Чему обучают даотские практики различные, йоговские практики То у вас проблем, недостатка энергии нет Конечно, если вы изнуряете свое физическое тело Таскаете тяжести и не любите это дело То ваше тело устает А если вы делаете то, что вам нравится Если вы не перегружаете физику И спите по 8 часов, например, да? И питаетесь более-менее Проблем таковой нет То есть вы устаете только тогда Когда вы делаете то, чего вы не хотите Тогда ваши мышцы начинают сопротивляться болеть И тогда нужно идти к массажисту Тогда нужно идти к остеопату В общем, тогда нужно заниматься своим телом А пока вы делаете то, что вы хотите И не испытываете дискомфорт То у вас с телом все в порядке Итак, продолжим Значит, вот вы натренировались Вы обнаружили, что каждый раз, когда вы настраиваетесь И пытаетесь почувствовать лбом, щекой, плечом Человек тоже что-то чувствует в плече Ну, как-то реагирует То есть есть телесная реакция То есть тело реагирует Человек может не владеть какими-то практиками Не быть кинестетом Но тело его отреагирует То есть человек как-то, да, начнет То есть он либо подсядет поближе Либо шарахнется, либо оглянется Либо как-то еще Либо варианты, если вы видите тело человека То тело может покраснеть, покрыться мурашками То есть возможно куча вариантов Тут нужно тренироваться Вот вокруг нашего тела есть еще невидимая оболочка Нет, никакой невидимой оболочки нет Есть наше внимание Подожди, но это Ну, огненная энергия еще в некоторых книгах Это есть, да Это есть проявление нашего внимания Это называется огненной энергией Но это наше внимание Ну, по поводу внимания я как-то по-другому Вот ты сосредоточилась, предположим, на чем-то И попыталась это почувствовать И опытные практики Я так думала, что работает это по той причине Что вот эта внешняя оболочка Просто начинает невидимым образом влиять на человека Нет, это не так Мы настраиваемся через точку В которой мы все между друг собой соединены Ага Настраиваемся через точку Через главный хостинг Что такое главный хостинг? Это бог Вот через него все связаны Сложно Короче, я не знаю, как едет автомобиль Главное, что я знаю, как им управлять изнутри А уже детали не волнуют В силу того, что есть божественная связь между всеми нами Соответственно, мы чувствуем подобные вещи На большом расстоянии Потому что мы просто входим в грязь за нам Да, про влагалища Это точно очень хороший совет Девушка написала, что можно Женщине сокращать мышцы И тогда... Это отдельная трансляция Давайте мы на эту тему сделаем отдельную трансляцию Да, можем сделать отдельную Да, давайте сделаем отдельную трансляцию На тему как раз управления мышцами У меня есть даже целая система В которой есть ряд тренингов Я думаю, что они тоже будут пиариться Тем более, что у меня есть инструктор Твоя знакомая Оксана Который будет проводить тренинги на эту тему Для женщин Оксану мы тоже, кстати, приглашаем Оксана пока не пользуется Самой перископом Но я думаю, что она будет в трансляциях Тем более, что она организует тренинг Кожемниковый Который работает с мышцами То есть, это отдельная, очень интересная тема И, безусловно, этим тоже можно пользоваться Но... Нет, не демонстрирует Тут сейчас говорят о том, что любой человек может... Да, развить, натренировать и использовать Вот, девушка вот в курсе Отлично Знает, что можно влиять на противоположный Можно, безусловно Для этого нужно уметь управлять ощущениями своего тела Если вы умеете управлять Соответственно, вы даете такие ощущения Которые другие чувствуют И воспринимают то, чего вы хотите воспринимать Вот это главный момент Отлично, что уже научилась Отлично, отлично Вот вам живой пример Конечно Ну, этих живых примеров много Я же постоянно провожу тренинги на эти темы На эти, на разные и на такие И на сети А ты в книгах у себя писал? Я пишу книги на тему женские практики Пишу книгу на тему сексуальный магнетизм И очень надеюсь, что эти книги, в конце концов, мне удастся дописать и издать Потому что просто я постоянно работаю со свежим материалом И стараюсь его немножко еще дополнить Чтобы книжка была максимально полноценной Но просто уже как бы Меня уже разорвали Говорю, когда же, когда же Давай нам книжки на эту тему Привет, Казахстан! Да, да Кстати, в Казахстане я уже проводил тренинг по интуиции Так, давай полезные материалы Так, ну, в общем-то мы рассказали это упражнение Всем понятно Давайте повторю очень кратко Первое, вы тренируетесь при наличии зрительного контакта Представлять, что вы чувствуете, когда вы прикасаетесь с поверхностью кожи Поверхность может быть любая Лоб, плечо, грудь, колено Все что угодно Там щека, хоть ухо Дальше, вы наблюдаете за реакцией человека То есть, если человек реагирует, значит вы фиксируете мое действие Мое представление вызывает реакцию Отлично Потом вы начинаете делать это, когда вы в этом уже убедитесь А для этого нужно там тысячу раз попробовать с разными людьми Убедиться, что каждый раз, когда вы это пытаетесь делать Каждый раз человек реагирует Вы начинаете это делать на расстоянии То есть, общаясь с человеком текстом Вы представляете, что вы прикасаетесь с какой-то частью тела К одной, очень важно, одноименной части Лоб к лбу, щека к щеке, нос к носу, ладонь к ладони, колено к колено Соответственно, это производит наилучший эффект, чем какой-либо другой способ Соответственно, дальше вы спрашиваете А что ты сейчас чувствуешь? И человек начинает на расстоянии рассказывать, что он чувствует Что к нему сейчас прикоснулись Или появилось какое-то странное ощущение в коленях, во лбу На лбу, на груди, в груди и так далее Соответственно, это начинается дистанционная работа А следующий этап, это уже практики развития внутренней чувствительности И умение создавать различные ощущения внутри тела Ну, это тема отдельного канства Любой человек Любой человек, все, кто приходят ко мне на тренинг Это простое упражнение получается у всех Но нужно его постоянно тренировать То есть, много-много-много-много-много тренировки На совершенно разных людях И это будет работать Майкл, мы уже поняли, что ты идеальный любовник Там уже очередь стоит к тебе, я уверена Понятно Вот, ну, собственно говоря, трансляция Ты мне расскажи еще На какое расстояние лучше подходить к человеку, чтобы эффект был максимальный? А так, чтобы вы могли рассмотреть поверхность кожи Или хорошо представить, что за... Ну, к чему вы прикасаетесь То есть, расстояние значения не имеет Имеет значение зрительный контакт и ваше образное представление То есть, если это открытая поверхность кожи Так, чтобы рассмотреть, какое-какая поверхность кожи Если мужчина хочет закрытую часть потрогать А значит, работает его воображение, да? Соответственно, к сожалению, женщины обманывают мужчин тем, что надевают пушапы И мы никогда не знаем, какая разная грызь Майкла, ты что? Много кто умеет, просто... Это умеют очень многие На самом деле, это отличная тема Кто тебе попадался, Майкл? А что за девочки, которые не умеют? Да, когда вы начинаете заниматься подобными вещами И начинают попадаться те люди, которые тоже это умеют Вы притягиваете себе подобных Потому что сходство интересов и притяжение происходит Не на уровне того, что узнал, прочитал А на уровне того, что начинают чувствовать телом То есть, буквально, тело примагничивается Поэтому... Еще одно упражнение, давай, Дадим? Давай, давай Ну, мы сегодня расщедрились, потому что связь хорошая Так, значит, упражнение такое Вы входите в какое-то помещение, в котором присутствует некоторое количество людей Но не рассматриваете их, а поворачиваетесь к ним спиной Так, чтобы никого не видеть И пытаетесь почувствовать, есть ли кто-нибудь, кто может вам быть интересен То есть, если в вашем теле возникает какое-то ощущение Вы запоминаете это ощущение, фиксируете, удерживаете его И, удерживая это ощущение, поворачиваетесь к людям Начинаете искать, кто вызвал это ощущение в вашем теле Соответственно, этот человек более подходит как собеседник Ну и, возможно, там что-то более В отличие от всех других, кто присутствует Очень часто бывает так, что заходишь в помещение, в котором там 10, 20, 30, 40, 100 человек И никаких ощущений нет А бывает, зайдешь, там три человека сидят и от всех фонит Так сильно, что ой-ой-ой Так что, вот это еще одно такое простое упражнение Понятно? Значит, вы входите в помещение и видите, что там есть какое-то количество людей Но не рассматриваете их максимально То есть, сразу отворачиваетесь Можно даже закрыть глаза И пытаетесь почувствовать Соответственно, задача может быть разная Задача может быть интересный собеседник Сексуальный партнер, деловой партнер Хороший друг Человек, которому можно доверять Гипотетически так можно вычислять опасность То есть, от человека, с которым лучше не встречаться Вот вы ставите перед собой задачу и наблюдаете за ощущениями тела Появилось ощущение Вы его фиксируете, запоминаете, удерживаете И, соответственно, открываете глаза, поворачиваетесь Начинаете искать, от кого идет такой фон Это может быть один или несколько человек Кто-то, может быть, кого-то перебивает И вы можете обнаружить несколько человек Но, как правило, это там один Людей, которые сильно фонят, их не так много То есть, есть люди, которые подходят вам Да, они могут давать такой фон Но если мы говорим о людях, которые что-то умеют Какие-то внутренние практики Таких людей крайне-крайне мало Их можно искать только на тренингах На которых люди этим занимаются, как правило У меня вопрос Да Такой человек фонит абсолютно на всех Или только на избранных? Зависит от задачи Если мы говорим о том, что человек владеет Какими-то практиками Предположим, если женщина сексуально раскрепощена И осознает и управляет ощущениями внутри тела Она фонит на всех То есть, войдет 10 мужчин И все, соответственно, упадут штабелями Если это конкретная задача И вы ищете человека, который подойдет вам То у вас будет ощущение А другие этого ощущения чувствовать не будут То есть, это будет ощущение Некого резонанса, совпадения Вот, поэтому Все зависит в основном от задачи От той задачи, которую вы опять с собой поставите Вот, уже два упражнения Ну, интересно Как часто ты чувствуешь, что женщина фонит в твою сторону И вот конкретно для тебя она подходящая? На самом деле, фактически Если брать, предположим, поезд метро В котором там 5-7 вагонов Ну, 7 обычно, по-моему, вагонов у нас в Питере Не помню точно Ну, 7, все-таки они 5 Вот, то, соответственно В двух из семи Такие люди будут У Артура 11 Автор 11 книг Да, то есть, я занимаюсь этим серьезно Я занимаюсь этим С 2001 года я начал писать книжки И издавать А от онкологии я излечился в 93-1993 году Вот И после этого начал изучать практики Для того, чтобы быть преподавателем Еще такой маленький момент Я мечтал быть преподавателем с детства, с 12 лет То есть, у меня было такое озарение Что я хочу обучать людей сверхспособности То есть, я это рассматриваю Как некое призвание Если бы Артур не владел этими техниками Он бы сам себя не смог бы излечить Не, вы поймите, что я умер бы в 93-м году Поскольку у меня, собственно, врачи не говорили о том Что я проживу там год А у тебя какая стадия была? Четвертая, последняя Вот, и парень себя вытянул сам с последней стадии Только единственное Да, единственное скажу, что Болезни бывают разные, состояния бывают разные Если человек уже потерял мышечную массу И уже не может двигаться, предположим Или там постоянно теряет сознание Лежит на наркотических веществах от болей То, соответственно, шансов ноль По большому счету ноль Если человек может двигаться, бегать Разговаривать и сам хочет исцелиться То шансы его больше Соответственно, значительно больше шансов есть Майкл раком болел И на последней стадии Майкл, он смог себя исцелить И вот он про эти практики делился у себя в книгах И дает даже консультации людям, которые в этом нуждаются И расскажи про женщину, которая там Помнишь, что-то с ребрами у нее было? Значит, была ситуация Ко мне моя знакомая посоветовала тоже прийти Своей родственнице У нее была проблема У нее были метастазы Ну, тоже четвертая стадия запущенная Но она ходила Нет, Майкл, ты не болел, ты что? Нет, нет, значит, четвертая стадия запущена У нее были метастазы в головном мозге В ребрах И, в общем-то, еще в других частях тела Соответственно, наибольшую опасность представляли Область в голове и в ребрах Мы работали с ребрами Нам удалось добиться эффекта Что она ощущала ребра, как раскаленные прутья То есть было очень-очень горячо А, соответственно, разогрев Он разрушает онкологические клетки Но здесь есть два механизма Первый механизм Это человек начинает чувствовать ту часть тела Которая, собственно, повреждена раком А это значит, что человек возвращает себе управление Ощущением этой части тела И этот эффект, помимо разогрева Дает, в общем-то, эффект исцеления Этот эффект может быть применен не только в случае рака А в случае, например, перелома Или там повреждения какого-то То есть какой-то другой болезни Например, китайцы рекомендуют Если у человека проблемы с почками И с, там, какие-то проблемы с почками Там, например, пенил нефрит Или еще какая-нибудь фигня Или камни в почках То есть вызывать ощущение разогрева почек И называют это Такой термин есть Кипение почек То есть это реальное ощущение Как будто в почках кипит вода То есть очень-очень горячая Только надо учитывать, что если вдруг песок пойдет у вас по каналам То вам нужно будет срочно обзавестись пол-полой Потому что ощущение неисприятное Чем обзавестись? Прова называется пол-пола Она расширяется эти самые протоки Еще раз по буквам Пол-пола 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 Да, да Она позволяет безболезненно этот процесс проходить Потому что иначе вы будете ощущать Как будто у вас наждачка выскребает И влезет на стену Никакие таблетки не помогают Слишком неприятные ощущения Вот, но это просто, к примеру, о почках Да, то есть, к примеру, такого Работа с ощущениями Тоже помогает Майкл, я бы тоже прослезилась Я была в одном таком месте И я тоже стояла просто ревела По-другому не могла быть И Артур как раз рассказывает Что с раком нужно бороться как? Надо очень быстро Значит, первое Я не призываю вас отказаться от врачебной помощи Однако, рекомендую И только рекомендую Поскольку я не врач Десять раз подумать Прежде чем Первое Вам предложат что-то удалять И вы на это согласитесь Вам предложат что-то облучить И вы на это согласитесь Да, то есть, вот Надо много раз подумать Кстати, поделитесь трансляцию Потому что это необратимое воздействие У кого может быть кто-то серьезно сейчас болеет И это может помочь информацией Этим людям Там он начал За здравие Крючил Покор Да, отлично Отличные скачки Вот он Перископ Живое общение Вот, это все действительно серьезно Это по-настоящему Именно поэтому Поскольку начинал я с таких настоящих вещей Которые позволили мне И моим знакомым Истериться от онкологии И последующие мои практики Которые я изучаю, разрабатываю Они такие же настоящие И также реально работают Вот эта практика с прикосновением Она тоже реально работает У всех, кто ее применяет И реально можно делать это потом на расстоянии Спрашивают, у тебя метастазы были? Да, конечно У меня были метастазы Да, у меня были во всех лимфатических узлах метастазы Поэтому у меня Вот даже здесь есть такой шрамик Ты видишь? Да, я вижу Вырезано там были два лимфоузла Их вскрывали Их, по-моему, так С местным обезболиванием Поэтому я все чувствовал Ужас Они так вырезали Сказали А, говорит, все равно помрет Им не пригодится Вырезали не один, а два Какие врачи хорошие? Да, соответственно Не нужно было два Достаточно было одного Ужас Они вырезали, чтобы лучше там Пройти Можно опухоли из себя вытащить местно? Да В смысле вопрос? Ну, вот непонятно А ты что думаешь по этому поводу? А что значит местно вы вытащите из себя? Вопрос Я не понял суть вопроса Можно вопрос поконкретнее? У меня костно-мышечная болезнь Как можно лечить? Расскажи Первое, что нужно делать Научиться хорошо ощущать это место То есть сделать это место повышенной чувствительной Дальше, собственно говоря, единственный способ Это направлять туда энергию То есть разогревать То есть в случае костно-мышечной Это, конечно, безусловно является решением Безусловно, полезно изучить суть болезни Поскольку никто в знании врачебных Ну, вот с точки зрения анатомии не отменял Потому что, конечно, медицина с точки зрения диагностики Ну, в общем, достаточно хороша на данный момент То есть диагностировать болезнь они научились А вот лечить зачастую скорее калечат А ты сейчас говоришь про то, что понять источником, что является болезнью Нет, ну, сам физиологический процесс Физику, физику Если ты не понимаешь физику То зачастую ты будешь делать что-то не то А как ему понять физику? Почитать в интернете, что это за болезнь Что происходит в мышцах Соответственно, чтобы понимать механизм Что нужно делать Это тоже желательно делать Ну, в случае любой болезни То есть если в случае онкологии Мы знаем о том, что человек не управляет этим То есть клетки начинают вести себя неадекватно Поэтому то, что мы берем под контроль И начинаем чувствовать Соответственно, возвращает контроль над этой частью нашего тела И очень часто всякие, многие проблемы В том числе онкологические Происходят тогда, когда человек, например, отторгает какую-то часть тела Воспринимает ее грязной, плохой Классический пример Это онкология, завязанная на гинекологии у женщин Вот с этим я много раз сталкивался Женщина может как-то за несколько дней у себя вызвать онкологическую опуху Точно так же, как и за месяц-два у себя все убрать И врачи будут только диву даваться Все основано на отношении к своему телу На способности чувствовать Либо воспринимать его как что-то грязное, плохое И отторгать Либо, соответственно, наоборот, чувствовать и наслаждаться В данном случае я говорю не о наслаждении В прямом смысле слова, стимуляции А о наслаждении, в принципе, ощущением части тела Мышц, нервной системы и так далее То есть умение получать удовольствие от того, что чувствуешь свое тело Вот, поэтому тут все так серьезно То есть умение управлять дает, открывает перед нами огромные горизонты То есть здоровье в первую очередь И успешное социальное взаимодействие во вторую очередь Ну и счастье в третью Потому что что такое счастье? Это немножко приятных гормонов, которые вызывают в голове эйфорию Вот, ну и счастливы Все так банально А еще какие-то способы есть, которые ему могут помочь? На чем вот самое-самое первое? Вот он изучил заболевание Первое, чувство, вать Изучение всего остального Это второе действие Третье действие Это попытка понять, зачем я вызвал у себя эту болезнь Как можно помочь себе в зачатии ребенка? То же самое То есть вы затачиваетесь на матке И начинаете ее любить То есть вы должны научиться ее чувствовать И начать ее активизировать Я в данном случае помогаю через массаж Через то, чтобы, как бы, прикасаясь к матке В результате массажа Женщины начинают понимать, что это матка, а не мышцы живота И, соответственно, таким образом Начинают больше обращать внимание Матка активизируется Оживляются Процессы в ней становятся интенсивными И матка обретает психическую активность И, соответственно, ребенок может быть зачат с большей вероятностью Да, это мы тоже проходили Но это просто, как бы, отдельная тема Касательно женских практик Безусловно, возможно такое воздействие Через массаж, через стимуляцию Поскольку через животик это сделать трудно То приходится делать напрямую То есть через стимуляцию шейки матки Это мужчина ее должен помогать? Да хоть сама вибратором, на самом деле Без разницы Просто мы не очень любим, когда мы прикасаемся к себе сами Ну, как бы подробнее еще раз Задача в том, чтобы, если в случае Если человек хочет Если девушка хочет Или женщина хочет Зачат, а не получается Нужно активизировать чувствительность матки Оживить ее То есть сделать ее более активной Для этого нужно ее ощущать А для этого нужно каким-то образом Чтобы что-то помогало женщине Или девушке ее ощущать Девушка, кстати, подтверждает твои слова Что делал массаж и забеременела Конечно, то есть я рассказываю Не какие-то воображаемые книжные вещи Я чувствую подобных вещей Я рассказываю только то, что есть в моей практике То, что я знаю То, что я пробую И получается То, что принесло результат тем Кто ко мне приходил неоднократно Только проверенные вещи Так, ну чего еще? Какие у нас еще есть интересные вопросы? Друзья, вы можете задать вопрос Пока мы еще в интернете Пока еще не убегаю на поезд Да, потому что у меня сегодня поезд из Минска в Питер И вот в оставшиеся там несколько Некоторое количество минут Десятков минут Мы вот с вами общаемся Делимся секретами, тайными Давай пока закончим трансляцию Если будет время, мы еще выйдем Да, давайте так Значит, до встречи Почему урака много стало? Да не почему стало много Просто начали знать о том, что То есть мы просто знаем статистику Раньше тоже умирали Просто не зная от чего Если мужчина не может иметь детей Ну это отдельная тема Это как бы вот в двух словах Тоже уже не расскажешь Это опять-таки нужно изучать Стати, пожалуйста Нужно изучать Нужно изучать Изучать Немножко теории И понять Какие причины Потому что в двух словах Почему не может Но могут быть разные причины Психологические в том числе Человек может быть не хотел И физиологические И какие-то разные А потом же и не может Могут быть разные причины Поэтому просто вот так вот Бросив фразу в интернет Не ответишь на этот вопрос Нужно знать историю Анамнезда Говорят историю болезни Тогда можно из этого делать Какие-то выводы Тогда можно ответить То есть нужно знать человека Спрашивать Узнавать какие исследования Подписывайтесь Это Артур Разумов Я на него подписана Сегодня я выступаю вместе с Лемой Малоподвижных сперматозоидов у парня Нужно активизировать внутреннюю энергию Майкла я подписана на Артура Найдите его Нужно активизировать внутреннюю энергию Область Нижнего Донтяня И соответственно через это работать Соответственно это сделать можно Потребуется возможно какое-то усиление А люди могут к тебе обратиться С подробным вопросом Я в интернете У меня на аккаунте Перископа указан В этой тебя Да, Артур Разум Контакт Значит, контакт Мой сайт указан У меня ссылки на ВК У тебя есть ссылки на ВК? На моя есть Я кстати, знаете, что я в ВК В нашей группе в Перископовской Выложу ссылки на Артура Так что сможете найти Конечно, Артур Разумов Бейте в Яндекс Яндекс вам выдадут тысячи ссылок Потому что у меня множество видеозаписей На центральных телеканалах Множество книг И соответственно все книжные магазины Все там каналы телевизионные Соответственно на меня ссылки там есть У меня не сложно найти С чего начать? А начать в какой теме? С вопроса, да С вопроса, что вас волнует И что вы хотите И с этого надо начать С того, чтобы определиться Так, мы пока закончим Да, сейчас мы закончим И возможно выйдем еще раз Небольшой перерывчик сделаем Заканчивается мобильный интернет Проводной зараза Сейчас посмотрим, что у нас там с Wi-Fi было Да, посмотрим, сколько у нас осталось интернета Ну все, давайте, до встречи Кто не успел поделиться, делитесь Да, записывайтесь ко мне тоже Слушайте мои трансляции Да, Карел, мы еще увидимся Артур Разумов и Елена Гутен